День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас четверг, 21 января, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начнем наш вебинар по традиции с календаря событий. Сегодня у нас есть два очень интересных отчета. Первый релиз в 16.30, пресс-конференция ЕЦБ. Сегодня у нас на Европейского центробанка. И также сегодня у нас по Москве данные по запасам сырой нефти из Штатов. Начнем наш обзор с пары евро-доллар. Основное событие сегодняшнего дня в данной валютной паре – это заседание Европейского центробанка. Сегодня у нас решение по ставке и также пресс-конференция. Решение по ставке будет 15.45 по Москве. Здесь никто не ожидает никаких изменений. И сам ЕЦБ, представители ЕЦБ об этом также ни слова не говорили. На прошедших заседаниях и также в ходе выступлений, которые были в январе. То есть сейчас ставку менять не будут, ожиданий таких нет. И в этой связи здесь представляет интерес именно пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. На мой личный взгляд, сегодня пресс-конференция будет проходить в таком негативном фоне. Потому что у нас инфляция в еврозоне достаточно такая слабая. Вот здесь представлена диаграмма по инфляции в еврозоне. И данные получаются следующие. Всего лишь инфляция составляет 0,2 по итогам 2015 года. Достаточно слабый рост. В целом ЕЦБ поставил для себя цель достичь инфляции в 2%. Здесь тоже есть цифра 2, только лишь 0,2. То есть получается в 10 раз меньше. Соответственно еще и расти и расти. Поэтому здесь фактор получается не совсем радужный. И плюс цен на нефть падают. Все мы свидетелями являемся этого события. У нас уже цены на нефть накануне ушли на минимальные уровни с 2004 года, 2003 года по разным эталонным сортам. И это все безусловно негативно для инфляции. Инфляции в целом как в еврозоне, так и в Штатах, допустим, в Великобритании, в Японии и так далее. Потому что нефть это важный инфляционный компонент. И снижение цены на нефть это плохо для всех. И плохо в первую очередь для кого? Для тех, у кого инфляция низкая. Вот вчера были опубликованы данные по инфляции за декабрь в Штатах. Мы с вами говорили, что данные скорее всего будут хуже консенсус прогноза. Они такие и вышли, на 1,1 хуже. И в целом по 2015 году инфляция в Штатах составила 0,72. В еврозоне 0,2. То есть разница чуть более полпроцента. Поэтому безусловно и там и там инфляция не достигает целевых уровней. 2% ФРС и ЕЦБ. Но тем не менее в Штатах инфляция все-таки выше. В еврозоне ниже. Поэтому этот фактор уже получается негативный. Для европейской валюты более. И в этой связи получается сегодня можно ожидать, что прогнозы по инфляции краткосрочные. По крайней мере может быть и среднесрочные в том числе. Но хотя бы краткосрочные будут понижены. И все это безусловно негативно для единой европейской валюты. Плюс также если посмотреть на график пары евро-доллара. То у нас вчера был максимум. Вот после нашего вебинара мы сходили на 1,0975. И затем уже плавно снижались. И вот сейчас у нас котировка 1,0913. Мы пытаемся расти. Если посмотреть на дневные свечки, то можно заметить одну интересную тенденцию. Мы уже второй раз в этом месяце отбиваемся. Вот отметок 1,0970, 0,980. И в декабре у нас были продажи от отметок 1,1040, 0,050. То есть есть какие-то сильные продавцы в области десятой фигуры. То есть плюс-минус десятая фигура. Котировки единой европейской валюты подходят и идут продажи вниз. То есть падаем на девятую фигуру, на восьмой. Потом опять рост в область десятой фигуры и опять падение начинается. То есть кто-то продает. Причем этот кто-то располагает большими капиталами. Потому что несмотря на то, что вроде бы есть отсутствие, то есть есть спрос на безопасные активы. Здесь получается у нас фондовые рынки падают, высокодоходные кроссы снижаются. Это все рисковые активы. По ним закрывают длинные позиции. Значит есть спрос на безопасные активы, такие как японская иена, золото, евро. И если посмотреть на иену, она очень сильно укрепилась. И золото у нас укрепляется в последнее время. То вот евро тоже укрепляется. Но символически получается. То есть даже вот несмотря на то, что распродажи такие по рисковым активам. И евро вроде бы должен быть на коне. То есть как минимум там одиннадцатая фигура, возможно даже двенадцатая. То здесь мы такого не видим. Мы даже вот сейчас в этом месяце не можем пройти выше чем десятая фигура. Даже один десять мы в этом месяце еще не видели. Поэтому здесь получается, раз у нас сильные продавцы, значит у нас скоро будет движение вниз. Либо такой краткосрочной на пару дней, либо уже такой среднесрочной на пару месяцев. Это уже будем смотреть. Поэтому на мой личный взгляд сегодня как раз эти продавцы активизируются на решение ЕЦБ. Вот на пресс-конференции Марио Драги. И здесь получается следующая такая тенденция. Сейчас поскольку у нас по-прежнему распродажа по рисковым активам, мы движемся вверх. И у нас на часовиках по Боллинжеру верхняя граница это 1.09.42, а вчерашний максимум это 1.09.75. И вот на мой личный взгляд две эти области будут выступать сопротивлением на сегодня. То есть либо мы до пресс-конференции ЕЦБ, которая будет в 16.30 по Москве, подрастем допустим на 1.09.42, будем стоять на месте и потом упадем. Либо мы все-таки подрастем на 1.09.75, 1.09.90, чуть выше даже вчерашнего максимума и затем будем падать. Поэтому в целом, допустим, от текущих уровней можно покупать пару евро-доллар с целью пунктов 25.30 и затем на мой личный взгляд лучше позиции пофиксировать. Возможно мы даже не дойдем до вчерашнего максимума. Либо допустим, часть позиций закрыт на 1.09.42 и часть позиций на 1.09.75. Затем больше ничего уже не делать, дождаться в 16.30 и вот в это время уже шортить пару евро-доллар. И здесь уже можно будет ожидать снижения котировок в область нижней границы по Боллинжеру. У нас сейчас эта область 1.08.61. Вполне возможно, что она к этому времени немножко изменится, будет чуть повыше, либо чуть пониже. Поэтому цели для себя можно будет определить именно в 16.30. Посмотрите на часовой график пары евро-доллар, индикатор полосы Боллинжера, период 24, где будет нижняя граница, там и выходить. Сейчас это 1.08.61. Если так и останется, к 16.30, то на этой области лучше выходить из единой европейской валюты. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллара. Я на них с удовольствием отвечу. У нас на сегодня следующий уровень поддержки и сопротивления. Сопротивление 1.09.15. Вот мы сейчас как раз к нему и подошли. Стоим на этом уровне 1.09.15. И второе сопротивление 1.09.58. Поддержки 1.08.69 и 1.08.02. Так, по нефти будете торговать? Артем, благодарю за вопрос. Да, по нефти буду торговать. Сегодня в 18.30 посмотрю, какой отчет будет по нефти. И там уже буду принимать решение. Если сильно вырастут запасы, плюс доллар укрепляется к евро, то сигнал на продажу по нефти. Поэтому я подожду запасов, торопиться не буду. Что скажет Марио Мурат? На мощный взгляд, Мурат, ой, Мурат, Марио скажет то, что ценовая стабильность под угрозой, то есть возможны в том числе и вновь риски дефляции и так далее и тому подобное. Потому что, несмотря на то, что вроде политика ультрамягкая, тем не менее нефть ушла очень сильно вниз. Я думаю, никто из ЕЦБ такого не ожидал, что нефть вот сейчас будет, допустим, на отметке 28 долларов за баррель по бренд. Потому что еще недавно у нас котировки были 39 в начале месяца текущего. И здесь, поскольку нефть падает, это все плохо для инфляции. И, соответственно, они будут говорить о том, что краткосрочные прогнозы по инфляции они понижают. Также они скажут о том, что готовы в случае необходимости при первом же такой возможности пойти на дальнейшее смягчение и так далее и тому подобное. Но сейчас смягчать они не будут. Они будут это делать только в случае необходимости. Но они готовы к этому и так далее и тому подобное. И рынку этого вполне будет достаточно, чтобы еще раз продавить евро вниз. К тому же евро не растет, а кто-то его уже активно продает. То есть кто-то набирает позиции в области десятой фигуры. Мы не знаем с вами, кто это. Потому что у нас таких данных нет. Мы можем только гадать. Возможно, какие-то хедж-фонды. Возможно, допустим, какие-то другие участники. Возможно, какие-то корпорации обменивают валюту на этой области. Мы с вами этого не знаем. Но факт остается фактом. Кто-то активно продает в области десятой фигуры. Причем, судя по всему, объемы очень большие. Потому что евро падает. Потом растет на том, что у нас бегство из рисковых активов. И несмотря на то, что вроде бы есть бегство из рисковых активов, у нас все равно евро падает от десятой области. Поэтому здесь какие-то большие продажи. То есть большие заявки на продажу. И получается, я думаю, в 16.30 все это будет реализовано вниз. Перейдем к следующей нашей валютной паре. Пара фунт-доллар у нас на очереди. И здесь, на мой личный взгляд, можно уже будет ожидать роста котировок. Вот особенно в американскую сессию в 16.30. Поскольку евро будет падать, здесь также можно ожидать и снижения кросс-курса еврофунта. Потому что данный кросс растет уже 9 недель подряд. И здесь хоть какая-то, но коррекция тоже назрела. Пускай даже может не такая там большая коррекция, такая сильная. Но тем не менее, какая-то хотя бы такая краткосрочная коррекция вполне может произойти. Я думаю, что евро будут продавать и против доллара, и против фунта в том числе. Потому что еврофунт 9 недель это очень все-таки большой рост. И коррекция это даже хорошо. То есть даже если потом у нас рост будет продолжаться, то кросс-курс подкорректируется. И мы в том числе с вами также можем вновь открывать покупки. На этой неделе мы уже с вами рассматривали кросс-курс. Говорили, что покупаем на складах. И вот все сигналы были в плюс. Поэтому сейчас в данном кроссе я бы побыл в стороне. И ничего бы не делал. На мой взгляд, сегодня кросс будет снижаться. А что касается пары фунт-доллар, то я бы здесь выделил две причины, которые могут поддержать рост котировок. Здесь рост котировок либо будет небольшой, такой локальный, либо все-таки это будет уже дно, и мы увидим коррекцию. Но это будет или нет, это уже можно будет сказать чуть позже, допустим, через буквально несколько дней. Либо хотя бы, допустим, у нас завтра пятница, закрытие недели, то хотя бы уже в понедельник можно будет говорить дно это или нет. Поэтому сейчас говорим только лишь о локальном движении наверх. Какие причины для локального роста британской валюты? Первая причина это то, что кросс еврофунт будет падать, и это позитивно для фунта. Потому что кросс очень сильно рос, и это все тоже оказывало давление, и в том числе на британскую валюту, ускоряло падение пары фунт-доллар. Вторая причина вчерашней данной по уровню безработицы. Вот здесь диаграмма у нас представлена. Здесь мы видим, что данные очень хорошие вышли. Безработица сократилась, и по итогам ноября составила 5,1. Вот мы здесь видим тренд. Летом 2014 года было 6% в августе, сейчас уже 5,1. То есть это все позитивно. Почему это позитивно? Потому что безработица и инфляция имеют обратную корреляцию. Причем очень сильную. Согласно экономическим законам, если безработица сокращается, то это все через некоторое время, не сразу, естественно, а через некоторое время вызывает постепенный рост инфляции. И наоборот, если безработица растет, через некоторое время это вызывает снижение инфляции. Поэтому, если это через некоторое время будет вызывать рост инфляции, при прочих равных, то есть если нефть, рынок стабилизируется, плюс безработица сокращается, получается, люди нашли работу, получают зарплату, делают больше покупок, ценники переписывают вверх, инфляция растет, Центральный банк Англии будет подумать о повышении ставок, соответственно, это будет поддерживать спрос на Британию, с котировки пойдут вверх. Но это все в будущем, пока что у нас такого еще нет, но, тем не менее, данные позитивные. На этой неделе мы уже видели достаточно неплохие данные по инфляции, умеренный позитив. Вчера по безработице были данные, мы на этих данных сходили на 42.18, затем, правда, упали, но, тем не менее, вчерашние данные были отыграны все-таки ростом, а не снижением. Если бы мы вчера, допустим, вышли у нас хорошие данные по безработице, и мы упали, тогда сейчас мы бы не стали говорить о том, что мы этот фактор учитываем. Поэтому здесь, получается, у нас есть шанс на то, что может быть также отыгран этот фактор, плюс еще один фактор позитивный. Вот вчерашние данные по уровню безработицы способствовали тому, что дифференциал доходности стал изменяться на долговом рынке. Здесь представлена диаграмма доходность 10-летних бумаг, верхняя линия синий цвет бумаги Великобритании, нижняя линия цвет уже зеленый, это бумаги США. И здесь мы видим, что вчера у нас наблюдалось уже сокращение данного дифференциала, то есть доходности британских бумаг, они вышли вперед, они вышли в лидеры, и американские бумаги отставали по темпам роста. Поэтому здесь, получается, долговой рынок отреагировал на этот отчет вчерашний позитивно, и, соответственно, долговой рынок у нас традиционно является сигналом опережающим, поэтому здесь также можно ожидать, что будет еще некоторый рост британской валюты. И вот здесь получается два фактора, то есть снижение кросс-курса еврофунт, плюс позитив на долговом рынке за счет данных по занятости, и здесь, на мой взгляд, можно ожидать будет росту котировок британской валюты. Сейчас у нас текущая котировка 1.4164, нижняя граница по Боллинжеру 1.4145, и вчерашний минимум это 41.24. Я бы лично предложил покупать британскую валюту по двум сценариям. Первый сценарий это чуть ниже нижней границы по Боллинжеру, значит 1.4135, первый байлимит и второй байлимит 1.4141 ровно, и ждать роста котировок в область уровня сопротивления 1.4229, то есть на 42.20 позиции закрывать, это первый сценарий. Второй сценарий открывать покупки в 16.30, и здесь сделать ставку на то, что Марио Драги опустит курс евро, как к доллару, так и к фунту, то есть еврофунт будет падать, и это придаст ускорение британской валюте в паре с долларом, и тогда уже мы также пойдем вверх. Вот такие два сценария роста на сегодняшний день, либо заходить лимитниками, либо можно заходить в 16.30 по Москве. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, и я на них с удовольствием не отвечу. Так, видимо байлимит от 41.35, да, Андрей, 41.35 и 41 ровно, два байлимита, 42.20, пока что лучше поставить такую цель. Конечно, мы, с учетом того, что у нас ADX, допустим, на дневках уже значение 81, это очень экстремальная область, обычно мы уже после 65 идем на коррекцию, если ADX на дневках сейчас 81, коррекции нет, поэтому в самое ближайшее время может быть коррекция, и, конечно, тогда уже 42.20 это такая будет смешная цель, потому что мы пойдем выше, но мы пока не знаем, когда она будет, она может быть сегодня начнется, может быть завтра или в понедельник, поэтому пока что поставим первую цель 42.20, ну и можно вторую цель поставить 42.70, если сегодня будет мощная коррекция, то также можно и ждать рост котировок в 42.70, но все-таки основная цель на сегодня это 42.20, торопиться не будем, если рынок пойдет на коррекцию, то мы еще сможем на этом с вами заработать. Так, коррекция ли откат до 44.40, возможно, в ближайшей перспективе. Мурат, благодарю за вопрос, вы знаете, давайте дождемся закрытия сегодняшнего дня и посмотрим, как у нас сегодня завершится. Сегодня есть хорошие сигналы для британской валюты. Если сегодня фунт хорошо растет, значит будем расти и завтра, поэтому завтра уже будет ситуация понятна. С другой стороны сигналы есть, но фунт может подрасти, допустим, 42.20 и все, тогда уже пока говорить не будем, поэтому сегодня день такой будет интересный, потому что у фунта есть хорошие сигналы, что по технике там экстремальные области, и дивергенции, и по EDX значение в 80 на дневках, это уже указывает на коррекцию, и фундамент тоже позитив. Посмотрим, как все это сегодня реализуется. Если все будет хорошо, тогда будем корректироваться. Перейдем к следующей нашей валютной паре. пара доллар-японская иена, она по-прежнему падает. Здесь в целом нет ничего удивительного. Мы с вами уже, наверное, весь месяц говорим об одной единственной инвестиционной идее в данной валютной паре, и эта идея, она работает, и много раз мы уже могли на ней заработать. И сегодня она по-прежнему актуальна, как вот это не банально звучит, но идея простая, это то, что распродают рисковые активы, и в этой связи мы видим спрос на безопасные активы, на японскую иену. Также у нас есть безопасный актив золота. Накануне мы о нем говорили, что будем расти. Первая цель 1100, вторая 1110, дошли вчера до 1109. Немножко прям не дошли, вот там 1109.44, чуть больше полдоллара до второй цели. То есть безопасные активы, они растут, это все логично. От риска уходит, уходят безопасные активы. И вот здесь представлена диаграммка, здесь у нас три инструмента. Верхняя линия, это зеленый цвет пара доллар-японская иена, она вот снижается, но более так плавно, по сравнению с двумя другими инструментами. Здесь у нас уже красная линия, красного цвета, это акции немецкого банка Deutsche Bank, ведущий банк в Европе. И сейчас я тоже объясню, почему я вот наложил этот график корреляции именно немецкого банка Deutsche Bank. Это тоже неспроста. И нижняя линия, это синий цвет, это уже индекс китайский, все нам знакомы, Shanghai Composite. Поскольку вся эта катавасия с Китая началась в начале года, то здесь за китайским рынком смотреться обязательно, необходимо обязательно, потому что как только китайский рынок еще пойдет, но тогда уже мы будем и корректироваться в паре доллар-японская наверх. Но пока что китайский рынок падает. Вот мы здесь видим с начала года падение, причем очень сильное. Китайский рынок падает больше всех из-за рынков стран G20. И вот акции Deutsche Bank тоже интересны для анализа, потому что если у нас периоды нестабильности, инвесторы чувствуют себя не совсем хорошо, то есть они чем-то напуганы, то они продают акции банков, потому что банки у нас это кровеносная система всех финансов, всей экономики. И соответственно банки в первую очередь чувствуют себя плохо, когда что-то нестабильно и хорошо, когда какой-то позитив. То есть если мировая экономика растет, то ведущие мировые банки, такие как, допустим, Барклайс британский, Сити банк в Америке, Джейпи Морган, Дуэчбанк в России, это Сбербанк, допустим. Почему только в России Сбербанк, он лидер вообще во всей Восточной Европе, такой тоже существенный банк на мировом рынке. Поэтому если все хорошо в экономике, банки хорошо растут. Если все плохо, банки сильно падают. И вот вчера, допустим, если посмотреть на банковский сектор, он чувствовал себя очень плохо. Допустим, в России Сбербанк упал чуть более 3%, в Великобритании Барклайса более 4%, и вот больше всех упал Дуэчбанк 6,04%. За один день капитализация сократилась данного банка. И, кстати говоря, Дуэчбанк у нас маркетмейкер номер один на рынке Форекс. То есть все основные операции, чуть более 20% всех ежедневных операций, проходят именно через Дуэчбанк. И вот здесь получается картина не совсем радужная для рисковых активов. Их продают, и, соответственно, иена пользуется спросом. Поэтому здесь идея по-прежнему актуальна, то есть продавать на росте. У нас вот сегодня рост был в азиатскую сессию. Кто успел запродать, допустим, по 117, 117.30, это очень замечательно. Очень хороший уровень. Кто в азию не успел продать, допустим, и не смог, либо спал в это время, потому что время ранее, то здесь уже что получается? У нас есть индикатор полосы Боллинжера для часовых свечек. И здесь мы видим, что средняя граница по Боллинжеру 116.77, а верхняя граница 117.47. Текущая котировка 116.59, и здесь, на мой взгляд, наиболее эффективно шортить от средней линии и чуть выше. Принашу свои извинения. То есть получаем сигнал на продажу 116.80 и 117.05, и закрываем позиции в области нижней границы по Боллинжеру на часовых свечках. Это сейчас отметка 116.07, плюс немного округлим, получается 116.10. Первая цель, и вторая цель, это уровень поддержки 115.92. Вот две такие цели по снижению в данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, у нас есть еще немного времени, и я на них с удовольствием отвечу. Также хотелось бы сделать небольшой анонс. Сегодня у нас также еще был один вебинар, 17 часов ровно по Москве. Мы поговорим о теории Dow. Это старейшая теория по анализу рынка. В первую очередь фондового рынка. Но в целом эти правила работают на всех рынках, фондовом, валютном, товарном рынке. Сегодня мы поговорим о этой теории. Также составим прогноз, то есть будет практика. Во второй части нашего вебинара мы дадим практические рекомендации по торговле и таким инструментом, как индекс Dow Jones промышленный. То есть будет дан прогноз, как можно будет заработать согласно теории Dow по данному индексу. То есть приходите на этот вебинар, сегодня будет очень интересно. И завтра у нас вебинар также в 10.30 по Москве ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Также хотелось бы сделать еще небольшое объявление. Вчера я уже о нем говорил. У нас есть предложение о взаимном сотрудничестве со всеми участниками нашего вебинара. Кто знает иностранные языки, интересует в первую очередь языки тех государств, которые входят в СНГ, допустим, белорусский язык, украинский, казахский язык и другие языки, армянский, грузинский и так далее. Можете написать нам письмо либо на почту, либо в скайп. Вот вчера, да, уже получили письма Сергея. Благодарю вас за обратную связь. Обязательно вам ответим. Я видел ваше сообщение, я уже передал ответственным специалистам. Поэтому не переживайте, ответа будет. Благодарю вас за то, что откликнулись. И также пожелания ко всем. У нас в том числе и сегодня присутствуют участники из Украины, Казахстана, Белоруссии, я вижу. Поэтому напишите, пожалуйста, нам на почту school.sobako-freshworks.com или в скайп. Контакты я указал. И у нас есть для вас предложение о сотрудничестве. Так, рубль на 85 или 90 целится. Роман, говорю за вопрос. Вы знаете, вот мы говорили о цели 80 по рублю. Цели выполнили даже с лихвой. Я бы сейчас вообще рубль не лез, побывал в стране. Потому что очень экстремальные области. И не знаю, если будет еще и рост вверх, то буквально может 1-2 дня и наверное все. Поэтому я бы побыл пока в стране. Потому что по всем параметрам рисуется коррекция. Но не обязательно, что сегодня она начнется. Она может начаться и завтра, и либо в понедельник. Но все-таки уже так достаточно рискованно заходить в рубль. Я думаю, что рубль целится на 100-120. Но не сейчас, а во второй половине года. Вот в 2015 году я говорил о том, что мы, скорее всего, увидим 100 рублей за доллар в 2016 году. И я думаю, что мы это все-таки увидим. Так, евролимит 1.09.42, 1.0.90. Галибжан, да, можно продавать от таких уровней. Либо продавать, допустим, в 16.30 по Москве. Что касается по золоту, то, смотрите, Артем, есть еще по золоту потенциал для роста. Потому что бегство из риска. И здесь потенциал получается вот в область вчерашнего максимума. 1.109, либо 1.115. И там бы я больше золота уже не покупал. Потому что, наверное, все, золото больше расти не будет. И будет уже плавно снижаться. Поэтому от текущих уровней золото еще может подрасти на 5-10 долларов. Но больше бы я не ждал. И лучше больше не рисковать. Так, вы Канаду не хотите в обзор включить. Сергей, благодарю вас за обратную связь. Посмотрим, может быть, включим. Просто инструментов очень много. За всеми следить тоже нельзя. То есть не успеешь просто физически. Поэтому стараемся следить за многими инструментами популярными. Поэтому посмотрим, может быть, включим в том числе и Канаду. Благодарю вас за обратную связь. Так, Арсиай, на днях какой период? Андрей, я использую период 11 на днях. И период 9 на часовиках. Можно даже период 8 использовать на часовиках. Так, по золоту к концу года 950. Артем, 950 не знаю. Но 1000, я думаю, в текущем году увидим. Может быть, в первой половине года. Может быть, во второй. Вроде бы на все вопросы ответили. Уважаемые коллеги, благодарю всех за вопросы. Мы завершаем наш вебинар. Желаю сегодня всем успешной торговли, хорошего настроения. И сегодня не забудьте, у нас вебинар в 17 часов ровно по Москве. И завтра вебинар в 10.30 по Москве. Ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Еще раз всем успехов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok.